Сноу-сноу-сноу-сноу Сноу-сноу-сноу Сноу-сноу-сноу Причём благодаря встроенному редактору Игроки смогут создавать собственные локации Для проведения заездов Несмотря на внушительные объёмы доступного изначального контента Разработчики обещают регулярно выпускать Загружаемые дополнения Напомним, что на данный момент Gran Turismo 6 выходит эксклюзивно для PlayStation 3 Версия для четвёртой плойки Почти наверняка увидит свет Но официального анонса по этому поводу На сегодняшний день не поступало Так что ждать Gran Turismo на Next Gen Возможно придётся сравнительно долго Также в декабре состоится релиз сразу двух проектов от небезызвестной студии Telltale Games — второго эпизода, вышедшей в октябре адвенчуры The Wolf Emanus с подзаголовком Smoke and Mirrors, и первого эпизода второго сезона народно-любимого зомби-сериала The Walking Dead. The Wolf Emanus — мрачная история оборотня по имени Серый Волк, охраняющего порядок вымышленного района Нью-Йорка Fable Town, в котором бок о бок живут сказочные персонажи. Игра является приквелом к серии комиксов Fables, издательства Vertigo, и привлекает в первую очередь нуарной атмосферой и нестандартным переосмыслением образов знакомых с детства героев. The Walking Dead продолжит историю первого сезона сериала, только на этот раз играть предстоит не за взрослого черного мужика, а за хрупкую маленькую девочку — старую знакомую Клементино, прошедшую бок о бок с нами предыдущие пять эпизодов «Ходячих мертвецов». За исключением различных сюжетных линий, оба проекта практически идентичны — стилизованная под комиксы селшейдинг-графика, хождение между игровыми экранами, многочисленные диалоги, периодические QTE-сценки и необходимость совершения выбора в ключевых точках, обуславливающая дальнейший ход повествования. Учитывая высокое качество большинства предыдущих игр компании и потрясающий успех первого сезона «Ходячих мертвецов», «The Wolf Emanus» и «The Walking Dead Season 2» настоятельно рекомендуется всем любителям интерактивного кино и просто интересных сюжетных игр. Кстати, недавно в сети появились слухи о том, что Telltale в данный момент работает над игрой по мотивам «Игры престолов». Ждём более детального анонса. Другой интересный проект начала зимы — норвежский ужастик «Amanda Sleep». Игра получила финансирование в размере примерно 100 тысяч долларов от Норвежского института кинематографии и собрала почти четверть миллиона долларов во время кампании на Kickstarter. Чем хоррор от никому неизвестной команды мог так заинтересовать игровую общественность? Конечно же, оригинальной концепцией. В «Amanda Sleep» нам предстоит сыграть за двухлетнего мальчика, который, проснувшись глубокой ночью, зачем-то отправляется исследовать окружающий мир. Вид от первого лица, пугающие звуки и образы, игра света и тени, а также гнетущие ощущения собственной беззащитности смешиваются в сводящий с ума коктейль, способный изрядно пощекотать нервишки даже с самым бесстрашным геймером. Любителей хорроров в декабре ждет еще одна страшная игра — Dementium 2 HD. Проект вышел на Nintendo DS уже более трех лет назад, но оказался так хорош, что его было решено портировать и на ПК. В отличие от «Amanda Sleep», эксплуатирующей тему детских страхов, Dementium собирается пугать игроков более привычным и традиционным образом — созерцанием мяса и крови, леденящими душу воплями, а также злыми и уродливыми врагами, резко выпрыгивающими из темных углов. Кстати, обратите внимание на морально устаревшую графику. Как нам кажется, в случае с Dementium 2 это не недостаток, а достоинство. Картинка уровня конца прошлого века должна лишь усилить эффект испуга от игры. Как бы то ни было, оригинал получил весьма хорошие отзывы как от критиков, так и со стороны игроков, а значит, проект чем-то цепляет. Насколько играбельным и интересным для избалованной ПК-публики окажется порт этого хоррора, мы узнаем уже в середине месяца — 17 декабря. Вспомним и про очередное детище Kickstarter — Small World 2 — цифровую версию одноименной настольной игры. Правда, у оригинальной настолки нет цифр в заголовке, но это мелочи. С точки зрения геймплея проекты полностью идентичны. Популярность Small World помогла разработчикам электронного маленького мира собрать почти 400 тысяч долларов для портирования игрового процесса на экраны компьютеров и планшетов. Механика Small World довольно проста, но при этом крайне увлекательна. Каждый игрок управляет какой-то фэнтезийной расой, обладающей парой уникальных способностей, и пытается захватить как можно больше регионов на карте. Со временем расы слабеют и угасают, так что игроки берут под свой контроль представителей новых видов и продолжают играть ими. По мере завоевательных процессов соперники получают очки, и именно набравший наибольшее их количество становится в итоге победителем. Small World 2 позволит играть как одному против компьютерных оппонентов, так и посоревноваться в мастерстве с живыми противниками, причем как по сети, так и сидя за одним устройством. Учитывая, с какой скоростью в последнее время электронные версии настолок набирают популярность, Маленький Мир 2 наверняка найдет свою аудиторию. Должен выйти в декабре и еще один связанный с настольными играми проект. Пошаговая тактика Dogs of War Online также появится до конца этого года. Игра создается французской Cyanide Studios по мотивам серии миниатюр, и является уже не первой стратегией команды в сеттинге мира Arclash. Ранее увидели свет Confrontation и Arclash Legacy, но то были преимущественно однопользовательские забавы. Теперь же Cyanide планирует перенести кровопролитные фэнтезийные битвы полностью в онлайн. Нам предстоит заняться менеджментом собственного отряда наемников и принять участие во вдумчивых тактических сражениях с другими игроками. Сейчас игра находится в стадии закрытой беты, и несмотря на не слишком оригинальную концепцию, вызывает неподдельный интерес. Главное, чтобы разработчики не загубили геймплей бесконечными микротранзакциями, ведь Dogs of War будет распространяться по модели фри-то-плей, а значит без продажи всякой внутриигровой мелочевки создателям не обойтись. Раз уж заговорили про онлайн, то стоит обмолвиться парой слов и о мультиплеерном шутере Recoil, создаваемом независимой командой Пластик Пирания. Несмотря на скорый релиз, информации о проекте довольно мало, и носит она по большей части справочный характер. Пять классов, семь игровых режимов, десять карт, более сорока видов оружия, плюс обещание быстрого, яростного и адреналинового геймплея. Вот и всё, что достоверно известно на сегодняшний день о Recoil. Учитывая засилье на рынке многопользовательских стрелялок на любой вкус и цвет, будущее проекта кажется нам довольно печальным. Впрочем, время покажет, Recoil увидит свет уже 11-го числа. Собственно, на этом более-менее стоящие релизы месяца заканчиваются. Можно ещё упомянуть бесплатную браузерку Panzer General Online, симулятор водителя автобуса OMSI 2 и загадочный украинский шутер Civilation, даты выхода которого переносятся уже несколько лет. Но это довольно специфические проекты, так что подробно рассказывать о них мы не будем. Поэтому, если в декабре вы ощутите резкий приступ игрового голода, который не смогут утолить немногочисленные новинки, советуем вам достать из закромов все те проекты, на которые не хватило времени в предыдущие месяцы. Кроме того, на декабрь приходится сразу две праздничные распродажи в Steam. Возможно, на них вы найдёте что-нибудь эдакое, на свой вкус. Ну а если вы являетесь счастливым обладателем консоли следующего поколения, то советуем ознакомиться с некстгеновскими версиями хитов прошлых месяцев. Веселитесь, развлекайтесь, не болейте. До новых встреч!